Транспорт нужно искать самому, а там может квартира найти. Родственники по украине, где-то сестра уже. Начался обстрел, и третий прилет рядом был, Леха, ранение в бок, тазовая часть. У Курахова есть больница, но там нет хирургов, выезжали. Там волонтеры, врачи остались, а хирургов нет. Я планирую, мама, вернуться на работу. На улице зима, в Курахово, в связи с обстрелов, только начинает работать Кураховская ТЭС. Россия методично ее обстреливает, они только видят дым из труб. Курахово замерзает, поэтому я думаю, там больным, если тут тепло, уютно, то там холод. Останние два месяца навантаження кількості людей збільшилось. Збільшилось пораненнями, з различными травмами, переломами і осколковими пораненнями. Конечно, нужна допомога, но так как хирургических, травматологических медсестер не хватало и так, тому справляемся самі. Больше стало людей у связи с отсутствием областной травматологической лекарни міста Лиман, где выполнялись эти операции. Людям сложно ехать и в Кропивницкий, и в Дніпро. На данный час залишилась одна из немногих лекарей в нашем регионе, где выполняются различные методы лекарства пострадалим при миново-буховых травмах. Через загострення ситуации в нашій області, а також через закрытие Селідовської лекарни, Курахівської, Мар'їнської, тяжело, не всегда получается всех принять, так как ограниченное время. Даже бывает и сил не хватает, потому что не хватает специалистов, из-за этого она большая проблема. У нас великое хирургическое отделение, в котором працюют хирурги, травматологи та урологи. И не всегда хватает места для профильных хворих, а также не всегда хватает места в операционной. Можут операции и хирурги, и урологи, и иногда используются наши операционные, чтобы миновоцевые хирурги. Продолжение следует...